Эстон Кохвер Тогда были такие заголовки, что адвокат Кохвера предлагает обменяться военнопленными. Мне запомнилось название статьи. Тогда уже высказывал предположение, что относительно судьбы возможной. Здесь уже просто наблюдательность того, что говорят министры на странах, дел Эстонии. Что и как происходит, когда люди на таком уровне начинают договариваться, общаться. Я так предположил, что какой-то консенсус у них будет по этому вопросу. Что же до возвращения домой в Эстонию Алексея Дрессена, то это, если и случится, то, видимо, в более чем отдаленном будущем. В Эстонии ему путь пока заказан, если не навсегда, то надолго. Ситуация оказалась выигрышной для обеих сторон. Россия и Эстония получили то, что хотели. Дрессену теперь прочь от работу преподавателям в разведшколе. Его жена воссоединилась с ним в России. А Эстония получила назад Кохвера, за освобождение которого высказывались едва ли не все наши политики. И этот вопрос обсуждался и на самом высоком европейском уровне. Теперь скандал сошел на нет. Председатель парламентской комиссии по внешней политике Свен Миксер считает, что все в данной ситуации было сделано верно и корректно. Для нас было прежде всего важно то, что похищенный сотрудник полиции и безопасности вернулся в Эстонию. Мы не могли оставить его в заключении. И мы добились здесь результата. Таким образом, дело Кохвера разрешилось. Удачный обмен показывает, что даже во времена очень грозной риторики спецслужбы и политики двух стран могут работать достаточно конструктивно. Оттепели в отношениях между нашими странами пока не наблюдается, но все-таки можно предположить, что встреча глав эстонского и российского МИДов стала возможна во многом и потому, что произошел этот обмен. Алексей Иванов, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!